Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это третья часть урока по Envil. Я начну ее с инструмента для ретопологии Draw Mesh Tool, который вызывается нажатием клавиши B. Прежде, чем вызвать данный инструмент, Вы должны добавить Mesh для ретопологии в специальную панель референсов. Для того, чтобы открыть эту панель, нужно вызвать Scene Explorer нажатием комбинации клавиш Ctrl и E. И перетянуть его в удобное для Вас место, чтобы закрепить. Затем нажимаем на вкладку Retopo Reference List, настраиваем Render Offset. При желании включаем Retopo Offset, если нужно, но будьте аккуратны с ним, так как он влючит с цилиндрической ретопологией. И теперь, чтобы добавить выделенный Mesh в референсы, выделяем его и нажимаем кнопку Add From Scene Selection. В итоге, Вы сможете рисовать ретопа на данном объекте. И последнее, что Вам нужно сделать, это заморозить референс объект. Для этого, нажимаем правую кнопку мыши на нем в списке объектов и выбираем Freeze & Freeze. Теперь вызываем Draw Mesh Tool нажатием B. В появившемся окне, Вы увидите много разных инструментов для быстрой ретопологии. К каждому есть подробное описание. Я обычно использую первый инструмент Draw, а остальные вызываю разные комбинации клавиш. Но если вдруг, Вы забудете какую-то комбинацию, конечно же, можно выбрать нужный инструмент и прочитать подсказку. Чтобы рисовать гиды в режиме Draw, Вам достаточно его активировать и просто рисовать на планшете или левой кнопкой мыши. Как видите, у меня слишком большое смещение. Можно его поменять в настройках ретопа референс в любой момент, как я говорил ранее. Если включить привязку по вертексам и начертить несколько пересеченных гидов, то Вы сможете рисовать следующие, используя данную привязку. Но в режиме Draw Mesh Tool, Вы не сможете вызвать меню правой кнопкой мыши, чтобы настроить ее. Чтобы его вызвать, нужно нажать комбинацию клавиш Alt-Shift правая кнопка мыши и выбрать нужную привязку. О привязках мы еще поговорим, а сейчас давайте начертим еще несколько линий и нажмем Enter. Как можете заметить, гиды исчезли и появились полигоны. Если Вас не устраивает материал ретопа сетки, то Вы можете зайти в материалы и назначить любой другой, нажав на нем правой кнопкой мыши и выбрав Assign to Object or Polygon Selection. С ретопа сеткой всегда работает привязка, если она включена и таким образом, Вы можете чертить новые гиды из ее вертекса. Главное всегда учитывайте положение камеры, так как в основном ретопа сетка привязывается к ней, когда Вы нажимаете Enter. То есть идет проекция полигонов от камеры. Если Вы неправильно повернете ее в момент нажатия Enter, то во время создания ретопа сетка исказится. Пожалуйста, всегда помните это правило. Помимо рисования в режиме Draw, можно просто ставить точки и создавать нужные гиды. Чтобы закончить построение, нажимаем правую кнопку мыши. Как видите, все достаточно просто. Если удерживать Shift и рисовать, у Вас будут ровные линии. Если удерживать Ctrl и рисовать, то будет происходить рисование диагональных линий. Если Вы хотите строить ровные линии в любом направлении, нажимаем левую кнопку мыши и удерживая пробел, создаем нужный гид. И таким образом, можно рисовать ровные гиды, пока не нажмете правую кнопку мыши. Если нажать левую кнопку мыши, затем удерживая пробел, построить один гид и отпустить пробел. У Вас появится ампультированная линия, которую можно строить с привязкой к углу, если удерживать Shift. То есть с этой привязкой можно рисовать ровные углы. Затем удерживая левую кнопку мыши, можно рисовать. Опять отпустить и строить ровные углы. Снова рисовать. Чтобы закончить построение, нажимаем правую кнопку мыши. Вот такая интересная особенность у Draw Mesh Tool. Идем дальше. Когда Вы работаете с привязкой по вертексам, Вы можете строить гиды не только из основных вертексов. А также делать построение из вертексов, которые образовались на пересечении нескольких гидов. Как видите, в Envil есть разнообразное количество методов построения ретопологии. И если вдруг у Вас появится потребность построить где-нибудь треугольники, то помните, что у Вас есть такая возможность. Когда Вы уже нарисовали гиды и у Вас вдруг появилась необходимость удалить несколько из них, Вам достаточно просто навести курсор на нужные гиды и нажать правую кнопку мыши. Таким образом, они будут удалены. Также в Draw Mesh Tool работает AutoWeld и у него есть свой радиус. Давайте я начерчу какой-нибудь такой пример и объясню, как с ним работать. Например, у Вас есть такое пересечение и Вы хотите, чтобы данный треугольник был удален во время создания полигонов. Если нажать Ctrl и крутить колесо мыши, Вы увидите специальный манипулятор, который отвечает за радиус welding вершин. По умолчанию, он очень маленький и если сейчас нажать Enter, Вы увидите, что треугольник не удалился. Чтобы сделать AutoWeld в данной области, просто увеличиваем радиус черного манипулятора, чтобы он закрывал этот треугольник. Нажав Enter, Вы увидите, что треугольник исчез и все точки завелдились. Иногда это очень удобно, особенно, когда Вы быстро начертили какие-то гиды. И там есть пересечения, которых Вы хотите избежать или удалить мелкие треугольники. Но будьте аккуратны с этим инструментом. Если радиус будет слишком большой, у Вас будет испорченная сетка. Давайте еще раз берем какой-нибудь такой пример. Если данное пересечение попадает в область манипулятора, то происходит Weld. Если манипулятор меньше, то треугольники остаются. Идем дальше. О следующих крутых возможностях Draw Mesh Tool, поговорим в следующей части. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok